В больших командных соревнованиях, которые проходили на Брестском военном полигоне, приняли участие более 200 молодых людей до призывного возраста. Все они – учащиеся в общеобразовательных учреждениях Бреста и Брестского района, для которых, возможно, уже в ближайшее время военная форма команды «Подъем» и «Отбой» станут неотъемлемой частью солдатской жизни, длиной в полтора года. Благодаря подобным мероприятиям юноши и девушки уже сегодня могут ощутить запах пороха и представить, что значит настоящая армия. Это венец нашей подготовки, стрелковой подготовки наших ДОСАФовцев. Они все являются первичными организационными структурами ДОСАФ. То есть мы повседневно проводим с ними работу по, в данном случае, стрельба пулевая из пневматической винтовки, а сегодня финиш подготовки стрельба из боевого оружия. Для меня, мое личное мнение, так как я уже 11 класс и буду поступать в военную академию Республики Беларусь на военную разведку факультета. И мое личное мнение, это то, что такого рода мероприятия дают, так сказать, настоящую мужскую закалку, поддержать оружие, ощутить его вес, так сказать, понюхать даже пороха. Мероприятие проходило на пяти тематических площадках. Юноши и девушек учились занимать правильное положение при стрельбе, знакомились с техникой безопасности при использовании оружия, на практике демонстрировали, как правильно метать учебную гранату. Конечно же, одним из наиболее зрелищных этапов стала стрельба из настоящего боевого автомата АК-74. Как утверждают профессионалы, работа с этим классом оружия требует от молодых людей определенного набора качеств, в числе которых формирование в себе уверенности, четкости и особенно спокойствия. Первое и самое главное для того, чтобы научиться стрелять, это желание, сила воли и усидчивость. Первый принцип снайпера – это уметь ждать, терпеть, оценивать обстановку и правильно принимать решения. Первенство города Бреста и Брестского района среди школьников по стрельбе из боевого оружия – это только начало мероприятий, которые члены организационной структуры ДСАФ будут проводить в течение месяца. Впереди у авторов патриотической исторической акции еще много праздников и состязаний – карстинговый турнир и соревнования по гребле. Но это уже другая история.